В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. За здоровьем в новую клинику. В Махачкаре на базе научно-оздоровительного центра Журавли открылся гидрокомплекс имени Магомеда Гаджиева. По городам и весям автостопом. Как из республики Коми. Добраться до Дагестана, имея в кармане лишь 600 рублей, смотрите через несколько минут. Занесло попутным ветром. На границе Тарумовского и Ногайского районов песчаные бури и нашествие саранчин. Подводная лодка героя Советского Союза Магомеда Гаджиева появилась на базе научно-оздоровительного центра Журавли. Открытие гидрокомплекса состоялось в рамках 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Подробно о том, какие процедуры можно будет пройти, в центре расскажет Патимат Ханапова. Лечение болезни почек, сердечно-сосудистой системы, неврологических и других заболеваний. Здесь в центре проводят более 15 разных оздоровительных процедур. А еще в здании тренажерные залы, массажные кабинеты и помещения для фитотерапии. Гидрокомплекс построен в стиле подводной лодки героя Советского Союза Магомеда Гаджиева. Инициатор создания российский ученый, профессор МГУ Магомед Магомедов. Магомед Магомед Гаджиев, земляк, он достоин, чтобы было здесь что-то, которое связано с его именем. Таким образом я решил разработать имя модели. Все слои населения, начиная от детей, окончая, мы говорим, людей старшего возраста, все женщины, мужчины, все здесь будут проходить реабилитации. Комплекс уже работает в тестовом режиме. Принял первых посетителей. Это врачи, которые лечили больных в красной зоне. В скором времени, говорят создатели, посетить гидрокомплекс смогут практически все. Здесь три больших бассейна – женский, мужской и общий. Надеюсь, сюда будут приходить не только восстанавливать здоровье, но и получать удовольствие от природы, от нашего моря, от воздуха. Всех благ, всего хорошего. На открытии комплекса собрались все от мала до велика. Среди гостей – ветеран Великой Отечественной войны, односельчане Магомеда Гаджиева, ученые, представители властных структур. Мероприятие завершилось фейерверком и концертной программой. Патимат Хаанапова, Мурат Бигбарзов, новости ННТ, Махачкала. В глазной больнице Махачкалы произошел крупный пожар. Всех пришлось эвакуировать. Такова легенда учений. Сегодня спасатели проверили навыки тушения пожара и действия медиков в случае возникновения чрезвычайной ситуации. По замыслу учений, в службу пожарной охраны позвонила старшая медсестра и сообщила о возгорании в процедурном кабинете. Не дожидаясь приезда спасателей, персонал начал эвакуацию пациентов. В этот момент к месту чрезвычайного происшествия прибыли сотрудники МЧС. Условный пожар удалось потушить в течение 10 минут. Подобные профилактические мероприятия в больнице проводятся регулярно. Учения показали, что медперсонал готов к нештатным ситуациям. Городская клиническая больница номер 3 получила телевизор. Депутат Народного собрания Республики Изумруд Бучаева вручила детям медработников не только технику, но и сладкие подарки. Парламентария ранее не раз посещала медучреждение. Она поблагодарила коллектив больницы за ежедневный труд, за преданность простым человеческим принципам и за душевное отношение к пациентам. Отметив, что государство ведет довольно активную социальную политику, а милосердие – основа благополучного общества. Также Изумруд Бучаева призвала присоединиться к благотворительным акциям. Находясь здесь, в 3-й городской больнице города Махачкалы, со своими детьми хочу выразить благодарность муфтияту. Лично уважаемому всеми нами муфтию Дагестана Ахмед Хаджи Абдулаеву за эту уникальную клинику, где доктора квалифицированные, грамотные, с большим опытом оказывают помощь медицинскую тысячам пациентов. Простые люди со всех районов и городов республики получают медицинскую помощь бесплатно. Наша семья начинает акцию «Семейная благотворительность в Дагестане». Приглашаем другие семьи приобщиться к этой акции, принять участие со своей семьей по мере возможности в данной акции, проявлять, заниматься благотворительностью так, чтобы это стало семейной традицией. Мертвые краснокнижные тюленя вновь замечены на побережье Каспийского моря. Сообщается, что у животных нет внешних повреждений, они могли погибнуть из-за неопознанных сбросов в море. Напомню, что еще в начале мая группа ученых обнаружила более 150 мертвых каспийских тюленей. Тогда специалисты предположили, что виновники браконьера. Песчаная буря накрыла север Дагестана. На этих кадрах граница Тарумовского и Ногайского районов. В таких условиях ведутся обследования сельхоземельного явления саранчевых вредителей. В настоящее время обследовано более 25 тысяч гектаров земли, в семи из которых выявили саранчу. По итогам этой работы специалисты составят план уничтожения вредителей и при необходимости введут режим к чрезвычайной ситуации. Очередные протесты в дагестанских огнях. Несколько десятков жителей 13 микрорайона в Дагогнях сегодня проводят акцию протеста у здания городской администрации. Жильцы недовольны длительным отсутствием воды и мусором на территории района. Люди требуют встречи с мэром города Джалалудином Ирзаевым, однако, по словам протестующих, он так и не вышел навстречу. Напомню, пикеты в дагогнях проходят уже на протяжении нескольких недель. Горожане недовольны проблемами с отсутствием воды и электроэнергии. Как из республики Коми добраться до Дагестана, имея в кармане лишь 600 рублей? Лайфхак от путешественника Владимира Власова. Герой нашего следующего сюжета предпочел самолету или поезду путешествие автостопом. Как им удалось добраться до нашей республики, расскажет Наталья Ханбаваева. О путешествии автостопом мечтают многие люди, но решаются единицы. За плечами Владимира 17 стран и множество городов. В этот раз выбор пал на Дагестан. По словам героя, деньги для автостопа не главное. В эту поездку я взял всего 600 рублей в Дагестан. Обычно я беру, конечно, больше, но здесь я понимал, что народ слишком гостеприимный, и я это убедился на личном опыте. Просто идешь, и какой-нибудь гостеприимный дагестанец, неважно какой национальности, подзывает, говорит, давай чай попьешь. Я говорю, ну, в принципе, давайте я попью чай. А там уже и накормил, а там уже и в гости пригласил. Уже целый месяц Владимир изучает нашу республику. Про него можно сказать, что Дагестан он знает лучше, чем любой местный житель. Признается, страна гор его покорила. Конечно же, самое классное. Я сейчас реально удивлю всех, это люди, в первую очередь. Даже не водопады, не горы. Хотя горы я обожаю, они в моем сердце. Но самое крутое это люди, которые дают атмосферу любому путешествию. Не важно, в каком месте ты находишься. Если говорить о самом необычном путешествии, которое у меня было в Дагестане, это я прошел 17 километров без единой машины, без единого человека. Ну, там только пастухи встретились по пути, которые были очень удивлены меня увидеть. И это было самое запоминающееся, если не считать, ну, не говорить о людях. Книги, сериалы и фильмы часто показывают нам позитивную сторону автостопа, доброжелательные водители, солнечная погода и легкость. В жизни, увы, не все всегда так радужно. Путешественник сталкивается и с трудностями. Если, например, в Центральной России я путешествую, и там проверяют документы, а там практически не проверяют документы, эта процедура занимает 3-5 минут. Здесь, когда ты приходишь, занимает полтора-два часа. И все это время ты стоишь с рюкзаком, под жарой, и это начинает немножко не нравиться. Бывает даже, когда заводят в большое здание, и в этом большом здании начинается допрос. Мягко скажем, допрос. И бывали моменты, когда мне это очень тоже не нравилось, я начинал спорить с этими полицейскими. Наш герой планирует продолжить свой авантюрный трип, а следующий пункт его назначения – это колоритная дагестанская свадьба. Путешествовал, ездил по Центральному Дагестану, я увидел одно живописное место. В этом месте меня подобрал местный водитель. Его, кстати, звали Кура Магомед. Привет ему передаю. И он, когда мы ехали, он меня подобрал, он меня пригласил в гости, после того, как мы с ним немножко пообщались. И когда я у них находился в гостях, он сказал, что у его брата будет свадьба, и они меня пригласили туда. И я посещу дагестанскую свадьбу. Рекордное число участников посетило Ночь музея в Дагестане. С многовековой историей денег, представленных дагестанским отделением Центробанка в рамках акции в историческом парке «Россия. Моя история» ознакомились более тысячи человек. Отделение регулятора представило выставки под названием «Время и деньги» и памятные монеты Второй мировой войны. Блоки экспозиции рассказывали о том, как делали, хранили, считали, перевозили и защищали деньги в хронологическом порядке от истоков до наших дней. Особый интерес у посетителей вызвала процедура пересчета монет и определения подлинности купюр. Напомню, Ночь музеев. Международная акция проходит она ежегодно в более чем 42 странах Европы с 1977 года. В Махачкаре тематические выставки продлятся до 31 мая. Бывшие наркозависимые бывают. В реабилитационном центре Махачкалы прошло праздничное мероприятие. Его устроили представители муфтията, именитые блогеры и спортсмены. Гости принесли пациентам подарки и угощения. Для них также звучали наши до известных исполнителей. Мы все ошибаемся. Нет среди нас пророков, нет среди нас безгрешных людей. Но вас, я считаю, настоящими мужчинами. За то, что вы здесь находитесь и за то дело, которое вы делаете. Я искренне надеюсь и прошу вас, прошу ради удовольствия Всевышнего Аллаха, чтобы, выходя из этих стен, чтобы вы не останавливались только лишь на себе. Чтобы вы, каждый из вас, вот здесь присутствующих людей, тысячи, это не просто громкие слова, это реально, по факту, тысячи и тысячи людей может привести к истинному пути. Тысячи и тысячи людей вы можете остерегать от пагубного, плохого, изобретного, от того, что может погубить сегодня и жизни, и судьбы людей. И не одного только человека. Руководитель реабилитационного центра поблагодарил муфтият за регулярные просвидетельские встречи. Они, по его словам, приносят огромную пользу пациентам. И о спорте. Боксер Джамбулат Бижамов признан лучшим на международном турнире в Хабаровске. Махачкалинец накануне завоевал золотую медаль представительных соревнований в памяти героя СССР Константина Короткова. Действующему чемпиону России не было равных в категории до 75 килограмм. На пути к первой ступени пьедестала подопечный Рашид Бека Ахмедова выиграл три поединка. Он последовательно одолел соперника из Доминиканской республики, Азербайджана и Швеции. По итогам турнира организаторы признали Бижамова лучшим, вне зависимости от весовых категорий. Следующим стартом спортсмена станет чемпионат мира среди военнослужащих. Смотрите нас также на сайте ннттв.ру. А у меня на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин